Думаю, многие из нас относятся к змеям неравнодушно, ведь эти хищные животные действительно могут вызывать эмоции. И если одни змеи пугают своими способностями и смертоносным ядом, то другие впечатляют своими невероятными размерами. Какова длина самой крупной змеи на планете? Диаметр какой змеи не уступает толщине телефонного столба? И почему длину гигантской анаконды практически невозможно замерить? Ответы вы получите в этом видео. С вами канал СмартПицца и сегодня мы расскажем вам о 10 самых больших змеях в мире. Погнали! Номер 1. Королевская кобра Королевская кобра – это самая длинная ядовитая змея в мире. Максимальная длина взрослой особи может достигать 5,5 метров. Когда королевская кобра чувствует опасность, она поднимается с земли и расправляет свой узкий капюшон вокруг шеи. Эта особенность является главной фишкой змеи этого вида. Королевские кобры распространены в Юго-Восточной Азии. Они являются единственными представителями самостоятельного рода Офеофагус. Кстати, название этого рода с латыни переводится как «пожиратели змей», потому что королевские кобры преимущественно питаются именно другими змеями. Несмотря на то, что королевская кобра – не самая ядовитая змея в мире, она все равно может выпроснуть в жертву огромное количество смертоносного яда. Не стоит недооценивать способности королевской кобры. Один укус этой змеи способен умертвить пятитонного слона за считанные три часа, что уж говорить о менее крупных жертвах. Номер 2. Сетчатый питон Сетчатый питон является самой тяжелой и крупной змеей на Земле. Средний вес этих питонов достигает 158 килограмм, а самый большой сетчатый питон в истории весил около 500 килограмм. Преимущественно, сетчатые питоны обитают в джунглях и лесах Юго-Восточной Азии. Тем не менее, иногда их можно встретить даже на островах, куда они добираются вплавь. Какое-то время считалось, что самый длинный сетчатый питон был пойман в Индонезии в 2003 году. Его длина составляла 15 метров. Однако, позже выяснилось, что информация была фейковой. На самом деле, его длина была в два раза меньше. Так или иначе, сетчатые питоны в любом случае являются самыми большими змеями на планете. На данный момент самой длинной змеей в мире является живущая в неволе самка сетчатого питона по имени Медуза. Ее длина составляет 7,67 метров. Она была поймана в октябре 2011 года в американском штате Миссури. Чтобы ее полностью поднять, требуется сила 15 человек. Диета змеи состоит из кроликов, кабанов и оленей. В один присест она может съесть 20-килограммового олененка. Неудивительно, что Медуза попала в Книгу рекордов Гиннесса за свои невероятные размеры. Однако, этот рекорд был недавно побит. О нем далее. Номер 3. Тигровый питон Тигровые питоны подразделяются на два вида. Индийский тигровый питон и бирманский тигровый питон, которого также называют темным тигровым питоном. Индийский тигровый питон меньше бирманского, его средняя длина составляет 6,5 метров, а вес 90 килограмм. Причем самки индийских и бирманских тигровых питонов всегда больше самцов. В 2016 году рабочие, занимавшиеся строительством в малайзийском штате Пеннонг, поймали на площадке 8-метрового индийского питона весом в 250 килограмм. Змея была такой крупной, что рабочим и спасателям понадобилось 30 минут, чтобы полностью ее усмирить. Впоследствии данный питон был доставлен в местный серпентарий, где чуть позже скончался от травм, полученных во время своего задержания. Так или иначе, этот гигант побил рекорд Медузы, недолго став самой большой змеей в мире. Таким образом, Медуза все еще удерживает пальму первенства среди самых крупных змей на планете. Стоит сказать, что крупный индийский тигровый питон нередко питается крупными животными. Например, он может заглотить целого оленя, после чего ничего не будет есть на протяжении года. Тигровые питоны преимущественно живут в джунглях Индии, однако из-за развития лесной промышленности, сельского хозяйства и человеческой деятельности, их ареал обитания с каждым годом становится все меньше и меньше. Помимо этого, в настоящее время стоит вопрос вымирания индийских тигровых питонов, что связано с браконьерством и незаконной торговлей этими змеями. Правительство Индии специально выделило охраняемые вооруженными патрулями зоны обитания для тигровых питонов, однако эта мера вряд ли сможет возыметь длительный эффект, поэтому в ближайшем будущем индийские тигровые питоны могут вымереть как вид. Что касается берманских или темных тигровых питонов, то их длина может достигать 7,5 метров, а вес 135 килограмм, что делает их одними из крупнейших змей на земле. Диаметр их тела также огромен и может быть идентичен толщине телефонного столба. Когда берманские питоны еще маленькие, они предпочитают жить на деревьях, но по мере того, как они взрослеют и становятся крупнее, они перемещаются на землю. Эти змеи в основном обитают в Юго-Восточной Азии, однако несколько берманских питонов живут во флоридском территориальном комплексе Эверглейдс. Они не любят жизнь в неволе, а посему иногда сбегают из серпентариев и заповедников, что может привести к нападениям на людей. К счастью, сбежавших берманских питонов в основном удается поймать и вернуть в охраняемое место. Номер 4. Бушмейстер Бушмейстер – это крупнейший представитель семейства гадюковых в мире. Научное название этой змеи в переводе с латыни означает «тихий». Благодаря чувствительным ямкам, расположенным между глазами и ноздрями, бушмейстер способен отлично целиться в жертву. Также эти ямки позволяют ему обнаруживать своих жертв по исходящему от них теплу. Помимо этого, бушмейстеры способны видеть мир в инфракрасном излучении. Эти змеи обитают в лесах и кустарниках, раскиданном от южной части Центральной Америки до северной части Южной Америки. Обычно они живут во влажном дождливом климате. Численность бушмейстеров неизвестна, поскольку они живут в густых лесах и неизведанных районах. Длина этих змей колеблется в диапазоне от двух до трех с половиной метров. Это самая крупная ядовитая змея в Америке и вторая по величине ядовитая змея в мире после Королевской Кобры. Номер пять. Желтая анаконда. Когда мы думаем про анаконду, то обычно представляем себе зеленую анаконду. Однако существуют и другие виды этих змей. Например, желтая анаконда – самая маленькая из всех существующих анаконд. Ее максимальная длина составляет всего три метра. Как следует из названия, у этих змей желтый окрас, а также черные или темно-коричневые пятна и полосы. Желтые анаконды распространены в Парагвае, Боливии, Бразилии и Аргентине. На них очень часто охотятся браконьеры, поскольку их мясо и кожа очень ценные. В отличие от многих змей, которые откладывают яйца, все анаконды, включая желтую, живородящие. Обычно они живут у водоемов, из которых вылавливают своих жертв. Причем желтые анаконды едят практически все, что могут проглотить. Несмотря на то, что мы отметили, что максимальная длина желтых анаконд не превышает три метра, в природе иногда встречаются настоящие мутанты среди этого вида. Так, в 2016 году бригада, занимавшаяся строительством ГЭС на севере Бразилии, обнаружили гигантскую желтую анаконду весом в 400 килограмм и длиной в невероятной 10 метров. Впоследствии огромная змея была умерщлена рабочими в целях безопасности. Номер 6. Оливковый папуанский питон. Оливковый папуанский питон, или просто папуанский питон, обитает в Новой Гвинеи и Индонезии. Его самая удивительная черта заключается в том, что он способен изменять цвет чешуи и смешиваться с окружающей средой, как хамелеон. Причем, никто не знает зачем и как он это делает. Помимо этого, оливковый папуанский питон может похвастаться необычным синим языком. Длина взрослой особи оливкового папуанского питона может достигать 5 метров. Эти змеи не агрессивны, однако их обычно не держат в качестве домашних питомцев. Впрочем, иногда папуанские питоны все же могут нападать на людей, но такие случаи встречаются довольно редко. Отметим, что оливковые папуанские питоны могут отлично приспосабливаться к различным условиям окружающей среды. Они адаптируются как к тропическим лесам, так и к саванам. Номер 7. Зеленая анаконда. Зеленую анаконду не случайно называют гигантской, ведь считается, что она является самой длинной змеей на Земле. И хотя это утверждение считается ложным, ведь, как нам уже известно, самой крупной змеей на планете является сетчатый питон, гигантская анаконда вполне может посостязаться за звание самой большой змеи в мире. Как считают эксперты, завидев зеленую анаконду, люди пугаются и не могут адекватно оценить ее размеры, находясь в стрессовом состоянии. Более того, из-за природных особенностей зеленой анаконды, ее подлинную длину сложно измерить. Это связано с тем, что после смерти ее чешуя растягивается, а растянуть живую зеленую анаконду в полную длину для измерения почти невозможно. Средняя длина взрослой особи составляет 6 метров, однако некоторые эксперты уверены, что размеры зеленой анаконды могут доходить и до 9 метров. Если ученые произведут необходимые точные замеры и подтвердят эту гипотезу, то зеленая анаконда по праву займет лидирующую позицию как самая крупная змея в мире. Ну а пока что это звание принадлежит сетчатому питону. Посмотрим, что будет дальше. Номер 8. Обыкновенный удав Распространенные в тропиках Центральной и Южной Америки, обыкновенные удавы являются дальними родственниками анаконд и поэтому также отлично плавают. Тем не менее, большую часть времени они проводят на суше, прячась в полых бревнах и норах. Отметим, что обыкновенные удавы не перестают расти и могут прожить до 30 лет. Несмотря на это, их разводят дома в террариумах в качестве питомцев. На самом деле, сложность содержания таких змей в неволе весьма низкая. Удаву достаточно лишь горизонтального террариума, воды и поддержания правильной температуры. Тем не менее, рано или поздно удав вырастает до таких размеров, что его больше нельзя держать дома, поэтому хозяева отпускают его обратно в дикую природу. Длина взрослой особи может достигать 4 метров, а вес 45 килограмм. Впрочем, иногда встречаются и более крупные особи длиной до 6 или 7 метров. Что касается рациона, то обыкновенные удавы питаются всем, что могут поймать – птицами, мышами и даже рептилиями. Номер 9. Аметистовый питон Аметистовый питон – это самая длинная неядовитая змея в Австралии. Как можно понять, свое название этот питон получил за аметистовый оттенок чешуи. Помимо Австралии, данный вид распространен в Папуановой Гвинеи и Индонезии. Длина взрослой особи аметистового питона может достигать 8 метров, но обычно она не превышает 4 метра. Как и большинство других змей, аметистовый питон ест практически все, что может проглотить – от птиц до небольших кенгуру. Аметистовые питоны ведут ночной образ жизни. Они предпочитают поджидать жертву в засаде, а затем резко нападать. Обычно жертва не успевает ничего сделать, становясь легкой добычей для огромного питона. Но не стоит волноваться – аметистовые питоны представляют угрозу лишь для животных, однако они безопасны для людей. Номер 10. Скальный питон Скальный питон – это крупнейшая африканская змея. Скальные питоны живут на пастбищах и в саваннах около водоемов, а также на опушках лесов в тропической Африке. Зачастую они прячутся в воде, чтобы напасть на жертву из засады. Обычно они едят обезьян, птиц, свиней и даже крокодилов. Длина скального питона может достигать 6 или 9 метров, а вес – 113 килограмм. Причем самки этого вида в основном крупнее самцов. Несмотря на то, что скальные питоны не ядовиты, они известны своим плохим нравом. Иногда они могут нападать на людей, что нередко приводит к плачевным последствиям. Стоит отметить, что скальные питоны распространены не только в Африке, но и в Северной Америке, где их иногда держат в качестве питомцев, что явно не является лучшей идеей. На этом все. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и раздавить колокольчик, чтобы не пропустить ни одного ядерного выпуска. Также советуем вам посмотреть другие увлекательные ролики на нашем канале. Спасибо за просмотр!